Здравствуйте, меня зовут Канон Рагимов. Я с удовольствием готов с вами поделиться тем опытом, который я приобрел за долгие годы работы с компаниями. Я на каждой из страниц оставил ссылки на те Facebook страницы, в которых вы найдете исчерпывающую информацию, ну и в крайнем случае, если вы не найдете, вы найдете контакты, по которым вы можете обратиться. На каждой странице есть несколько основных аргументов, почему те или иные люди выбирают эти наши услуги. Я стараюсь, чтобы в нашей компании все продукты были упакованы, то есть, чтобы вам приводносились четкие, конкретные формулы, которые работают. Я хочу поделиться с вами своим опытом. Если вы в какой-то компании устраивайтесь на работу, например, на должности HR, для того, чтобы освоить эту работу максимально быстро и эффективно, у вас есть только один способ выбора. Более опытный человек, который делал это многократно эффективно, должен сесть рядом с вами, объяснить вам, как этот процесс надо выполнять, то есть от А до Я, шаг за шагом. Начинаете с этого, потом переходите на второй шаг, потом на третий. Это алгоритм или инструкция выполнения. Только после этого вы будете иметь четкое представление, как это дело или как эту функцию выполнять. Второй шаг. Вам нужно будет понять, на каком этапе выполнения обязательств у вас какие проблемы могут появиться, какие сопротивления со стороны сотрудников или какие сопротивления со стороны начальства вы можете встретить. И очень важный вопрос. Как эти сопротивления преодолевать без конфликта, не теряя работу, а наоборот, достигая успеха? И наконец третье. После того, как вы будете знать, как это выполнять, у вас появится четкое представление, мировоззрение в этой области и понимание всего алгоритма процесса. Именно так обучаются всегда и всем процессам. Есть еще небольшое отличие. Это третий пункт. Для того, чтобы вы смогли выполнять эти инструкции действительно эффективно, вам необходимо видеть шаблоны, какие-то формулы, которые уже работают, написанные формы. Потому что пока вы не пропишите все те мысли, которые будут появляться, какие бы они креативно не были, пока они не будут выставлены последовательно от и до, эффективность их внедрения будет равняться нулю. Они будут только идеями, только лишь инструкции, прописанные от а до я, понятные, которые утверждены руководством, постепенно внедряются в ежедневный быт. Таким образом, любая из процедур, а мы их называем процессами, бизнес-процессы в HR-департаменте, это начиная с системы приема новых сотрудников и заканчивая карьерным планированием. Каждый из процессов будет прописан. И по каждому занятию мы предоставляем вам подробнейший материал. После каждого занятия мы высылаем нашим студентам электронные шаблоны, формулы, а также слайды наших занятий, чтобы вы могли в течение недели и даже после анализировать, читать, изучать, повторять и благодаря этому запоминать. Если вам нужно будет какую-то из этих конструкций применить на работе, у вас будет, как минимум, одно большое преимущество больше, чем у других. У вас будут готовые формулы, как это делать. Приведу пример. Вам необходимо написать корпоративный кодекс поведения, чтобы решить проблему с дресс-кодом, с субординацией и с общением с клиентами. Вопрос, который в любой компании является очень важным, корпоративным. Для этого вопрос решается следующим образом. Прописывается корпоративный кодекс поведения, составляются основные алгоритмы, основные принципы того, как должны люди обращаться друг к другу, между полами, с руководством, с начальством, с коллегами по работе, в своем отделе, с клиентами. Корпоративный дресс-код. И когда все коды, все структуры прописаны, они описаны в деталях, и их надо внедрять. Для того, чтобы написать корпоративный кодекс поведения, вам необходимо прописать 25-26 страниц текста, и они должны быть последовательны. Кроме того, разные блоки корпоративного кодекса, как документы, должны соответствовать и дополнять друг друга.